Здравствуйте, дорогие телезрители! Я рад приветствовать вас на канале «Радость моя». На наш сайт «Закон Божий» приходят вопросы. И вот тема, которую мы с вами сегодня коснемся, называется «Церковная жизнь». Раба Божия Елена пишет нам. «Я читала в книге одного священника, что молитвы за ближнего сопряжены со скорбью. Это значит, что я страдаю за тех людей, именно о которых пишу в записках. Я думаю, что слова священника, которые вы прочитали, нужно понимать так, что молитва действительно становится действенной, если вы сострадаете, вот как-то сопереживаете тому человеку, о котором молитесь. Не холодно, не формально, не машинально, а вот с душой, сознавая, какие трудности он переживает, и душой стараясь ему помочь, и призывая помощь Божию, всемогущую помощь Божию, чтобы облегчить этому человеку его жизненные трудности. Я думаю, что в этом смысле надо понимать. А считать, что вы страдаете за тех, за кого молитесь, это неправильно. Нет, это совсем не так. Мы страдаем за свои грехи, а не за чужие. Так что молитесь и не смущайтесь. И эта молитва Богу угодна, раз Богу она угодна, значит, и только хорошо. И Господь вознаградит вас за ваши духовные усилия. Раб Божий Василий вот к нам обращается с такой просьбой. «Помогите, пожалуйста, подготовиться к исповеди. Не могу смириться с тем, что кто-то, кроме меня, будет знать о моих грехах. Священник ведь может рассказать матушке или еще кому-нибудь». Нет, Василий, священник приносит присягу. Вернее, ставленник еще перед тем, как его рукополагают священники, он приносит присягу и расписывается. В числе прочего, что он будет хранить тайну исповеди. Священник не имеет права разглашать то, что ему сообщали на исповеди. Подчас это бывает довольно трудно. Вот так сказать, и думаешь, вдруг сболтнешь что-нибудь. Кажется, там ничего особенного. Вот надо за собой следить и очень строго. Но это такой принцип глубокий, из-за которого священнику придется отвечать на страшном суде пред Богом. Так что не беспокойтесь. Никому, ни матушке, никому-нибудь другому священник тайну вашей исповеди не выдаст. А вот лукавый путается. И как-то человек отуводит от церкви, от исповеди, от покаяния, предлагая такие сомнения. Они в какой-то мере даже и понятны. Конечно, как-то страшно открывать кому-то такие негативные тайники своей души. Но Господь все в бездне своей премудрости устроил. Мы каемся перед священником именно для того, чтобы вот все эти заморочки, все это стремление как бы затушевать, скрыть свои недостатки, вот у нас в голове, чтобы мы как бы вот сами разрешали бы свои проблемы. Это невозможно. Если бы были бы сами, тогда и церковь была бы не нужна. И вот Господь вот создал, установил таинство исповеди, и церковь со временем вот приняла именно такую форму, которая сейчас. Потому что в момент возникновения христианства, ну вот на самых ранних, первые годы, исповедь была открытой. Вот человек приходил в храм и гласно заявлял о своих грехах. Допустим, там изменял жене. Или там ограбил кого-нибудь. Вот громко говорил всем. Но поскольку действительно это требуется очень большая сила, не от того, кто кается, и от тех, кто слышит. Не осудить, не пренебречь этим человеком, от всей души помолиться за него. Чтобы Господь простил ему такой грех. Вот первые христиане не были такие. Они вот, так сказать, не бросали камень вкающегося грешника. А всею церковью молились. Никакая сила молитвы была у первых христиан. Ну а потом вот люди как-то стали немножечко другими. Вот не столь сильные, не столь яркие, не столь крепкой верой. Что церковь приняла вот такую форму, как сейчас, когда исповедь только между, можно сказать, двумя, а на самом деле тремя. Потому что духовник тот, кто исповется, а на самом деле принимает исповедь Христоса, а никакой не священника. Сам Христос принимает исповедь в присутствии священника. И задача священника только не помешать. Господу исцелить страдающую душу. Так что не бойтесь, а приходите на исповедь, и чистосердечно, от всей души покайтесь пред Богом на исповеди. «Правда ли, что церковь не молится о тех, кто умер от пьянства? Можно ли подавать записки о людях, погибших от несчастных случаев, если они находились в состоянии алкогольного опьянения?» Спрашивает раб Божий Анатолий. Нет, Анатолий, это какое-то вот неверное представление. Церковь не молится за самоубийц. Людей, которые дошли в своем отчаянии до какой-то такой вот черного состояния своей души, что вот сами пресекли свою жизнь, потерявшие, абсолютно потерявшие надежду и упование на Господа. Так что это огромная разница. Ну, выпил человек, даже если и перебрал, даже, конечно, ничего там хорошего нет, и, может быть, вот эта его неосторожность послужила причиной его смерти, но он все-таки не самоубийца. Так что, вот, вполне можно молиться за тех, кто погиб, и вот в каких-то несчастных случаях, наоборот, можно сострадать таким людям, любым. Это не самоубийство, и поэтому церковь молится. Так что не смущайтесь. Сейчас я постараюсь кратко ответить на несколько ваших вопросов. Можно ли венчаться, не расписавшись в ЗАГСе? Разве для Бога имеет значение, расписаны мы или нет? Для Анисии имеет значение, расписаны или нет, не для Бога, а для супругов? Если они хотят венчаться, почему они не могут расписаться? Иногда приходят люди, а вот оказывается, что они расписаться не могут. Значит, пред государством, в соответствии с его законами, они не хотят узаконить свой брак, а хотят жить как-то вот так. Это неправильно. Вот какое-то лукавство, какая-то фальшь, какая-то непоследованность, какая-то неискренность, вот они Богу и не угодны. Поэтому сначала нужно расписаться, а потом уже венчаться. У меня в роду все женщины одиноки. Мне пока 20, я тоже одинока. Но знакомые говорят, что это порча или что-то в этом духе. Стоит ли к этому относиться серьезно? Нет, Галина, ни в коем случае. К этому серьезно относиться нельзя. Но вот мой совет, если вы верующий человек, то найдите храм, в котором вам будет хорошо, и дай Бог, чтобы Господь послал вам того, кто будет вашим избранником. У моего сына врожденный дефект правой руки. Когда пытается креститься, получается не очень. Как же ему креститься? Спрашивает раб Божий Сергий. Если это врожденный дефект, то как у него получается, так пусть и крестится. Либо, допустимо, вполне в таком случае креститься левой рукой. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Прощаюсь с вами. Мы будем ждать вновь встречи на телеканале «Радость моя» и ожидать ваших писем на сайт «Закон Божий». Всего доброго. Господь с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!